Добрый всем день! Хотя хрен его знает, добрый он у вас или нет, но желательно, чтобы был добрый. Знаете, вот я, как большая часть народа, я, как и все мои товарищи, как говорил Райкин, в последнее время что-то очень полюбил в социальной сети, и по первости меня этот феномен удивлял. С чего он вдруг? Потом раздражал, а сейчас вот вошла во вкус. Ну, спрашивается, где еще найдешь столько маразма, идиотизма и напыщенного самолюбования вместе с откровенным хамством, вроде бы не наказываемого никем быдла? Да нигде. Пишут о феномене социалок, все, кому не лени, я решил же, в общем, я ничем не хуже этих писателей и этих социологов, вкупе с малограмотными журналистами. И мое мнение о социальных сетях вот такое, социальные сети и их успешность, это признание человечества в своем глобальном одиночестве. Вот так-то вам. По статистике 97% потребителей и участников социалок, не важно, будь то в Facebook, одноклассники, любая другая, не важно, это горожане, то есть урбан-жертвы, жертвы урбанизма. Деревенских вы не найдете в этой сети, редко-редко. А им и так не скучно, им есть с кем поболтать, да и интернета там нет, значит, никто их друг от друга не отделяет. А вот нам, вот живущим в мегаполисах, нам всегда одиноко, всегда холодно в душе. И не важно, при этом есть у нас семьи, нет у нас семей, в глубине души все равно всех оплодевает, отдаливает глобальное одиночество. Невозможность поделиться своими умными мыслями, понимаете, вот оно невозможно. Нам хреново в семье, потому что семья нас давно знает, и никому не интересно, что у нас там на душе накипело и капает, и пар идет. У твоего близкого такие же проблемы, паря. Он варится в той же сковородке урбана-дэй модели. Ну, что делать-то? Сидеть у зомби-ящика тоже вариант, но многим надоедать до посинения. Да и при том учтите, что у зомби-ящика нету и эффекта присутствия. Нет того самого реал-тайм. И вот появляется, значит, как чертик из коробочки из социалки. Благословил бы дьявол их первого создателя на скаленной сковородке. И начинается наша РЗАЦ-жизнь. Ура! Нам на посты отвечают. Ау, как нам в кайф такое количество психов. Уф, сколько психов, сколько моральных уродов, сколько просто хвостуном нашло себе в социальных сетях. Это просто на уму нерастяжимо. Это же несравнимое ни с чем удовольствие, когда куча одиноких людей со всего земного шара вдруг начинает читать тебя и даже отвечать на твою галимую билиберду, которую ты тянешь в социалки. А сколько эксгибционистов выставлять себе на показ всего мира? Хоть душу, хоть тело. Воу, конечно, есть разница. Дно дело выскочить на улицу и демонстрировать там свои гениталии. Вот, и пугать каких-то прохожих теток, которые могут и не испугаться, между прочим. А другое дело вывалить свои эти самые гениталии на страницы социальной сети. И что закономерно, находится же куча вуаристов, которые с огромным удовольствием подглядывают за всеми этими откровениями. И все довольны, и все смеются. Но прикол не в этом. Смеются и ладно бы с ними. Пусть смеются. Прикол в том, что некоторые еще и обижаются. Вы представляете? Сначала выставляют свое тело, душу и прочее на страницах в Фейсбуке. А потом, когда в их нежную душу кто-то отплюнет, они вот начинают обижаться. И кто глупее, понять не могу. То ли те, кто плюнул, то ли те, кто выставил, то ли те, кто за этим смотрит. Я вот как-то не понимаю. А вы? Я же уверена, что вы тоже сидите на всех этих социальных сетях. Вот вы феномен этот понимаете, а? Ладно, бывайте пока. Счастливо. Удачи вам. Бай-бай.